Мюзикл это все равно, это какая-то развлекуха должна быть обязательно, да? Это должно быть легко, весело, красиво. А тут, так как нету зашоренного сознания, вообще какой-то новый угол зрения. Артисты же, в принципе, это прекрасный, но изначально материал. Да, как ужасно, я не... Ну я артистка, я имею право по себе так сказать. Ну вот, собственно говоря, мы на легендарной сцене Театра на Таганке. И сейчас ко мне наконец-то выйдет хозяйка дома, директор Театра на Таганке Ирина Викторовна Апексимова. Здравствуйте, Ирина Викторовна. Здравствуйте, Алексей Борисович. Я буду мучить вас с вопросами. Пытайте. Вопрос первый. А что такое вообще для вас мюзикл, Ирина Викторовна? Хороший вопрос. Хороший вопрос. А мы сразу так, место в карьер. Да. Что для меня мюзикл? Ну для меня мюзикл это скорее оперета, на которой я выросла. А на какой оперете вы выросли? Я выросла на Сильве, на Летучей мышь, я выросла на Пальме, на Штраусе, на Лигаре, на прекрасных персонажах советской опереты. Это Птичкин. О, господи, боже мой, кто там был? Ну, конечно, я вам сейчас не всплываю. Ну, Дунаевский. Ну, Дунаевский, естественно. Больный ветер. Да, да. В общем, я выросла в театре опереты, поэтому для меня, в принципе, мюзикл это то, что осталось от опереты из детства. Но мюзикл, по большому счету, это для меня, конечно, Бродвей. Потому что первые какие-то очень яркие спектакли, естественно, я видела на Бродвее вживую. А когда это было? Это было приблизительно на курсе на третьем, когда мы учились в школе-студии МХАТ, значит, это был какой-то 87-й, 88-й год, вот в эти годы. Мы ездили в Америку студентами, и наш тур назывался «Raising the Kirtan» — открытие железного занавеса. То есть мы были первые русские, советские, кто приехал в Америку тогда. Именно студенты? Именно студенты, да. Круто. И в Америку, и в Англию. Ничего себе. Но это же, наверное, было впечатление вообще другого мира какого-то, да? Ну, там все было другого мира. Если честно и быть, я не могу тебе сказать, что больше меня потрясло «Унитазы», которые сначала наполнялись, или «Мюзикл Кэтс», которые я впервые увидела. Но тогда было, конечно, все потрясением сумасшедшим. Ирина Викторовна, а в репертуаре театра на Таганке, ну, на самом деле, театр на Таганке-то всегда был музыкален, да? Музыка всегда в нем была. Но с каждым годом появляется музыкальный спектакль все больше и больше. Почему? Ну, во-первых, начнем с того, что действительно это традиция, музыка в театре на Таганке. И особенно последний набор артистов, который Юрий Петрович Любимов еще взял в театр, это его студенты с отделения музыкального театра. То есть они все... В ГИТИСе. В ГИТИСе. Они все очень музыкально одаренные. Кроме того, что они все слышат, они прекрасно поют, они еще многие играют на музыкальных инструментах. Не говоря уже о том, что они прекрасные драматические артисты. Поэтому как-то глупо это не использовать, когда есть такие грани. Это в моем детстве называлось синтетический артист. Тогда это был очень модный термин. Вот у меня в театре невероятное количество синтетических артистов. Поэтому добавляются... Я подтверждаю на 100%. Да, да. Поэтому все время появляется все больше и больше музыкальных спектаклей. Но это как грань, да? Мы же не только делаем так называемые мюзиклы. Это «Суини тот» или «Последние пять лет». Последние премьеры, которые вышли даже там «Снегурочка», «Отелла», где все артисты поют. Но это добавляет зрителя, дает какую-то новую эмоцию, какое-то ощущение. У нас в таком восприятии, скажем так, среднего зрителя, я не люблю этот термин, но как директор имею право его произнести. Мюзикл – это все равно... Это какая-то развлекуха должна быть обязательно, да? Это должно быть легко, весело, красиво. И все. Вот это мюзикл. А все остальное – это уже не мюзикл считается. Вот в советские времена же была прекрасная градация. Да был театр оперетты, и был прекрасный термин – музычно-драматичный театр. То есть это не значит, что это тебе будут только веселить и радовать. Значит, это драматический театр, в котором используются музыкальные номера. Или есть музыка, или есть вокальные и танцевальные номера и так далее. Вот сейчас это как-то размыто, и все равно, я думаю, что мы не определились. Но ведь театр оперетты, вот нынешний театр оперетты – это театр оперетты, правильно? Ну вот по жанрам, потому что там идут и все-таки оперетты, и сильвы классические, и Морицы, и так далее. И при этом там есть мюзикл. Кстати говоря, ведь если мы говорим о Бродвее, они по большому счету именно в профессиональном сообществе слово «мюзикл» как таковое, они уже даже его не особо используют, потому что они говорят «музыкальный театр». Музыкалица. И под этот термин попадает огромное количество абсолютно разных спектаклей. Ну вот, а скажите мне, а вообще как принимается вот это решение? А сделаем-ка мы музыкальный спектакль? Потому что я-то помню, как мы сдавали макет. Тодда. Да, макет Тодда, да, с последних пяти годами было уже полегче. А макет Тодда, и я помню реакцию, и я помню вот это вот «А, давай сделаем!» Вообще вот это вот внутреннее решение. А нам вот нужен еще один музыкальный спектакль. И еще один музыкальный спектакль. Ну, не знаю, все-таки у меня строение, структура вот этого вот обоих полушария, она, наверное, не очень такая сухая директорская, поэтому у меня не бывает такого, что я думала, вот хорошо бы мне сейчас сделать там музыкальный спектакль, или хорошо бы сейчас поставить трагедию, или поэтический и так далее. Оно как-то так спонтанно выплывает, и предложения же, они, видимо, как-то там сталкиваются в космосе. Потому что вот я только пытаюсь сформулировать мысль о том, что мне нужен музыкальный спектакль. На тебе, Онегин, Алексей Борисович. Ну да, это же... Для меня, кстати говоря, это тоже будет первый опыт работы с русским, так или иначе, классическим материалом, если мы говорим... Ну, с основой, с базой русской, да? С базой, да. Если мы говорим об Онегине... Ну, это же очень интересно, когда два автора, живущих в Канаде, которые никогда не были в России, они не видели её живую, и вдруг они заводятся от замысла сделать мюзикл Онегин с элементами музыки Чайковского, с отчасти текстами Пушкина, и вдруг это происходит какой-то, рождается очень успешный, на мой взгляд, с точки зрения творчества продукт. Новый абсолютно, оригинальный. Да, причём более того, ведь мы всё равно, это же... Ну, так или иначе, существует некая зашоренность, в которой мы существуем именно с точки зрения того, что это наше всё, мы это знаем наизусть. Мой диплом, кстати, по сценической речи было письмо Татьяны, я его тоже, в общем, разбуди меня в 4 часа утра, я его знаю. А тут, так как нету зашоренного сознания, вообще какой-то новый угол зрения и с точки зрения музыки, и с точки зрения энергии. Вот я очень завёлся именно от этого замысла. А вы заводитесь ли от замысла? Вообще, вот как вы актриса, директор, по большому счёту художественный руководитель, насколько вы от замысла заводитесь, и часто ли вы, ну, вот тоже, положа руку на сердце, влезаете в замысел? А, естественно, от замысла, не от одного названия, потому что бывает название, а замысел пшик в результате, да, потому что была и моя история такая, когда я предлагала режиссёрам какие-то определённые названия, но из этого ничего не получалось. Бывало, когда получалось, как, например, с Тортьюфом, которого я предложила Юре Муравицкого, вот Тортьюф. Юра очень удивился, и его замысел, это было над названием, как бы в результате. Бывают другие экземпляры. А, конечно, замысел, главное замысел, и это очень интересно. И влезаю я, скорее, не в замысел. Вы, простите, пожалуйста, режиссёры, вы очень часто видите картинку в общем, и когда вы долгое время находитесь в реппроцессе, вы уже, глаз замыливается. Вы перестаёте видеть какие-то мелочи, какие-то детали, и, как правило, не хватает времени к премьере. Ну, никогда не хватает, сколько бы ни репетировали, год, два месяца, три недели и так далее. Вы уже что-то... Вот когда я вхожу на этом этапе, говорят, как говорят мне артисты, ну, я в этом верю, конечно, что я очень сильно помогаю, ну, просто на каких-то мелочах. И иногда бывает очень просто с режиссёром объяснить. Ты не видишь, что здесь вот нужно, ну, какие-то мелочи. Кто-то сопротивляется категорически, думает, что я как директор просто лезу не в своё дело. Кто-то с удовольствием воспринимает какие-то мои замечания, и результат лучше, ну, правда лучше. У великого Товстоногова была Роза Абрамовна-Сирота, замечаниями которой он не гнушался. Да у всех прекрасных режиссёров, художественных руководителей наших всё были всегда ассистенты, вторые режиссёры, ну, которые как бы вот чуть-чуть где-то, потому что, конечно, глобальный замысел это режиссёра-постановщика. А всё остальное есть мелочи, которые не мешают. Ну, говоря, кстати, про замысел, а чей был... Вот, я так понимаю, спектакль уже не идёт, а он мне дико нравился, это спектакль, басня... Ой, это мои страдания, да. Который поставил хореограф Андрей Кадановский. Замечательный спектакль, который почему-то, к сожалению, зритель не был, видимо, готов, да? Он вышел раньше времени, этот спектакль. Я думаю, что если бы мы выпустили этот спектакль, басня, даже не в 20... Ну, в 20-м вообще ничего не стоило выпускать. Даже не в 21-м, а, скажем так, в 22-м году, наверное, бы публика этого театра была бы уже готова к нему. Он слишком рано вышел, он был не в своё время. Опередил своё время? Он опередил своё время. А почему? Вот я хочу просто пояснить зрителям, да, это ведь пластический спектакль по мотивам известных или не очень известных басен... Крылова, Лафонтена. Крылова, Лафонтена, Михалкова, по-моему, там не было. Нет, Михалкова не было. Михалкова не было, Пушкина. В основном Крылова, Лафонтена. То есть это известные персонажи басен, которые мы все знаем с детства. И идея была в том, как эти персонажи или пришли в эту басню, в эту историю, которую мы знаем, или как, что было дальше за басней. И что персонажи, там, обеим, мартышка и очки, это не обязательно очень весело, когда она бедная меряет очки, что в результате, что с ней случилось, что она примеряет это, что это трагическая история, это практически король лир. Ну и все персонажи были поставлены в такие ситуации, как живые. Там была вороная лисица, трагически, там был соловей, который... Соловей-то вообще прям слезы, слезы. Нет, слезы был с волком. С волком, да. Ну, там были очень трогательные персонажи. Но, видимо, знаешь, все-таки у нас большинство зрителей привыкло, что им должны разжевать. Вот был какой-то этап, вот, конец 80-х, когда советский театр, ну, скажем так, драматический театр взлетел, и были очень сложные спектакли. Потом в 90-е это все обрушилось, потом это все началось заново. И люди ходят в театр для того, чтобы просто развлечься. Ну, основная масса. Ну, или наоборот, когда мы говорим, там, допустим, про целую секцию эксперимент, допустим, на фестивале «Золотая маска», да, есть целая секция «Эксперимент». Иногда там вообще что-либо очень сложно понять. Мне кажется, что есть вот эти вот две крайности, да? Да, абсолютно. Либо очень зрительский театр, либо, наоборот, очень, ну, положи руку, на сердце непонятный. Непонятный театр, да. Как их называется? Театральных критиков. Для театральных критиков. И чем непонятнее, тем лучше. А вот этой вот золотой середины, ее, как мне кажется, как раз с ней есть проблема. Ну, вот так же мы попали, ну, не в такую же ситуацию, как с басней, а вот со спектаклем «Отелло», который недавно вышел здесь. Это очень умный, очень тонкий спектакль. Где вы, Ирина Викторовна, играете «Дездемону». Где я играю «Дездемону». Что уже непонятно. На этом закончили. Но люди приходят посмотреть «Отелло», значит, обязательно «Отелло» должен быть негр. И мне задают вопросы, почему он не мавр. И где расовый конфликт. Я говорю, ребята, Шекспир писал не только про расовый конфликт, а про отношения, про чувства. Это Шекспир, да? Это же такая лазанья. И здесь не про это. Но вот почему нет фразы «Молилась ли ты на ночь Дездемона»? Я говорю, это другой перевод. У Пастернака нет фразы «Молилась ли ты на ночь Дездемона». Это другой перевод. Почему он ее не задушил? Все ждут, когда он к чертовой матери ее уже задушит. А у нас история в том, что он ее убивает своей тупостью, примитивностью, ревностью. Он уже ее убил. Уже неважно, режет он ее, душит, стреляет, травит, не играет никакой роли. Но вот это тоже примитивное восприятие. Мавр, не мавр. Ну, видишь, я думаю, что мы переборем все-таки. А куда мы денемся? Да. Я хочу чуть-чуть поговорить о проекте репетиции, который, мне кажется, невероятно важен и вообще таким каким-то смысловым ядром оказался в вашей работе и в том, что рождается на сцене театр на Таганке. Потому что из этой лаборатории родился и спектакль свой не тот, и еще огромное количество спектаклей. Очень много спектаклей, да. И вообще это очень крутая возможность, когда ты можешь что-то попробовать, не факт, что это будет успешно. Или наоборот, вдруг, опять же, как со многими спектаклями, может что-то получиться, что-то родится невероятно новое. Немножко расскажите вообще, откуда возникла эта идея репетиции? Жива ли она на сегодняшний день? На сегодняшний день эта идея жива, но в театре на Таганке это уже редкие репетиции проходят эти, как это называется, лаборатории. А в театре Содружества актеров Таганки сейчас буквально начнется этот проект заново. Это необходимая идея, потому что все-таки такой остатки, скажем, советских времен, это в каждом театре свой художественный руководитель, который работает в одной определенной форме. И артисты заточены уже на этого, на его манеру. То есть уже режиссер и труппа практически не разговаривают. Они знают, какое бы произведение ни взяли, это всегда практически одна и та же постановка. Ну, чуть левее, чуть правее, чуть громче, чуть тише. А проект репетиции – это поиск новой режиссуры, поиск новых форм. Форм существования на сцене. Потому что артисты же, в принципе, это прекрасный, но изначально материал. Да, как ужасно я не... Ну, я артистка, я имею право по себе так сказать. Это действительно материал, это пластилин, который можно лепить. И этот проект прекрасен для актеров, для того, чтобы размяться, понять, что ты можешь, что ты можешь еще так работать. А я могу еще так работать, я могу в такой манере существовать. Или в такой, или вот, как бы, да, по Станиславскому петелька-крючочек. Или напоет, наоборот, в яркой форме, как у Алексея Борисовича Франдетти. Это для актеров прекрасно, и это прекрасно для поиска режиссеров. Для того, чтобы режиссеры приходили в театр. Потому что их очень много, они же выпускаются каждый год в каком-то невероятном количестве и где-то тонут. И когда происходит эта проба, ведь у нас очень часто из проекта репетиций выходили не те названия, которые были в лаборатории. Но только там Суинитот, пожалуй, Ви, Старший сын. Ну, еще, может быть, одно-два названия были. Снегурочка до этого была, по-моему, вообще... Снегурочка была Кровавая свадьба Лорки. А Телло был Старуха Хармса. То есть были абсолютно разные названия, когда ты понимаешь, ты смотришь, да, режиссер очень хорошо работает, но это был эскиз для малой сцены. А этому человеку можно дать поработать с большой... То есть рискнуть и поработать на большой сцене, но с другим названием. В общем, это очень-очень хорошая история, очень интересная. А потом здесь еще очень важная одна вещь. Это процесс, прости меня, снюхивания режиссера с труппой. Потому что бывают мои люди, не мои люди. Ну, ты же тоже не всегда берешь всех артистов в спектакль, правильно? Нет, не всегда. Не всегда. Даже когда ты понимаешь, что да, он может петь, он хорош собой, он неплохой артист, но ты понимаешь, что это не твой человек. То же самое у нас. Мы понимаем, что прекрасный режиссер, хорошо работает, но не наш человек. И это тоже очень важно. И, в принципе, за неделю-десять дней это может произойти, мы можем понять, мы будем дальше работать или не будем. Ну, мне кажется, это же еще такая очень важная вещь. Ну, вот вы рассуждаете, безусловно, как директор, как руководитель, а я могу сказать, как режиссер, особенно с точки зрения музыкального театра. Да. Ведь в музыкальном театре очень редко есть возможность что-то попробовать. Ну, просто потому что это очень сложный организм, и это всегда очень дорого. И, ну, лично для меня, потому что у меня-то образования нету, и я нигде не учился, и у меня не было вот этой возможности в институте. Школу не закончил. Школу не закончил, да, вообще, из Ташкента. Вот. И не было возможности что-то попробовать. А здесь как раз эта возможность, вот именно, при том, что я всегда заточен на результат, и я всегда топлю именно за результат, но это возможность процесса, вот, пробы этих вкусовых рецепторов, да, насколько они работают, не работают. Это, конечно, очень-очень круто. Такой у меня вопрос есть. Ну, вот мы немножко затронули тему Евгения Онегина, будущего спектакля. Есть ли для вас какие-либо табу для, конкретно, для музыкального спектакля? Вот то, о чем мы никогда в жизни ставить не будем. Вот прям Леша нет. Или там Леша, Вася, Костя. Ну, я думаю, что не стоит трогать «Хоть убей меня сейчас». Это прекрасный, вот, например, «Коруслайн». «Коруслайн» — это «Кардебалет», да? Не стоит трогать «Кабаре». Вот убейте меня, Алексей Борисович. Ну, по крайней мере, в театре на Таганке. Ну, есть какие-то такие золотые вещи, которые на данном этапе трогать, вот, ну, мне так кажется. Может быть, потому что... Может быть, для молодого поколения это другое ощущение. А для меня, для которой там прекрасный фильм «Кабаре» с Лайзой Миннелли, «Ну, хоть убейте меня». Я не знаю актрисы, которая будет Лайзой Миннелли. Ну, он же к спектаклю и к пьесе не имеет вообще никакого отношения. Ну, ну, это как те, кто приходят посмотреть на «Мавро» от Элла, я хочу прийти на «Кабаре» и посмотреть на Лайзу Миннелли, понимаешь? Там пьеса другая. Я когда это открыл, я понял, что Боб Фосс вообще придумал, он придумал другое кино. Да. Там другие музыкальные номера во многом, да? И как раз вот мы с этим сталкиваемся в Новосипирске, когда люди ожидают «Мавро» или они ожидают «Кабаре», и будет очень весело. А это не очень веселая история про фашизм, падения в Эймарской республике. Это очень глубокая, драматическая история, между прочим. Очень глубокая и очень интересная. А «Кардебалет» — это, кстати говоря, это же тоже история рожденного спектакля из некой лаборатории, потому что это... Я сдержанно отношусь к слову «вербатим» и вообще к этому направлению, но это «вербатим мюзикл», потому что он ведь был сделан на основе монологов реальных людей, которые реально хотели получить работу на Бродвее, и там кто-то получил, а кто-то не получил. Вот такая абсолютно... А знаешь, кстати, что я танцевала на Бродвее в мюзикле «Корус Лайн», «Кардебалет». Вау-вау-вау-вау-вау-вау. Финальный номер «One Singular Sensation», ну то есть как бы их самый финальный номер, вот тогда, когда мы приехали... С золотыми... С золотыми шляпами вот это вот. Мы как раз, когда приехали в Америку, у меня даже сохранилась газета. Это, по-моему, единственная газета, которую я храню. И нас выбрали меня, и Валеру Николаеву. Вот это были советские студенты, которые... То есть это была акция. Нас выпустили, они были всех в этих блестящих костюмах с их шляпами, а мы были в чем были. Специально, чтобы мы выделялись, да, на Бродвее. Вот мы танцевали с ними пару раз. Мы репетировали вот этот вот номер знаменитый. То есть я танцевала на Бродвее. Слушай, ну, то есть получается, что театр на Таганке это театр, в котором есть как минимум два человека, которые выходили на бродвейскую сцену. Это вы и Лариса Анна Долина, которая занята у нас в Суинитоде. Неплохой уровень у театра. Вообще, абсолютно. Прям ей. Еще немножко про планы. Если мы говорим про музыкальный театр, про жанр мюзикла, про легкий жанр, хотя программа-то наша называется легкий-нелегкий жанр, мы знаем, как порой тяжело выпускать именно музыкальные спектакли, потому что драматический спектакль, ну, положа руку на сердце, по большому счету, можно сыграть короля Лира на двух стульях, да, при наличии роскошных артистов. В музыкальном театре мы... Сколько мы монтируем мюзикл последние пять лет на малой сцене? Двое суток. Двое суток монтируется мюзикл последние сутки размонтируется. А зрителей у нас там? Ну, в идеальном мире 100. В нынешнем 25. Ну, даже, вот, на самом деле, я всегда восхищаюсь тем, насколько действительно вы заводитесь от замысла, и вот эта вот рискованность. А, давай рискнем. Вот. Ну, это есть, это очень здорово такое, знаешь, очень... Ту-ту-ту-ту, здравый, ну, сама себя оценила и похвалила. Это здравый авантюризм, но он всегда придает каких-то сил невероятных. Я это сделаю, да? Вот это очень здорово. Мы можем это сделать. И при этом есть ощущение, это авантюры хорошие. Ну, если у тебя это не... Ну, не получилось. Ну, ничего, мир не разрушится от этого. Ну, а вдруг это получится и будет клево, как эти последние пять лет. Понятно, что про суинитоды я не говорю, потому что это была вообще глобальная авантюра для театра, для всего целиком театра. Последние пять лет это все-таки была наша вторая проба, да? Мы уже знали, что ожидать друг от друга. Мы уже знали, что друг от друга ожидать. Но, тем не менее, конечно, поставить такую махину в малый зал на сто мест с живым оркестром, это невероятно. Но это очень здорово. И более того, мы же это сделали, мне кажется, тоже важная штука, мы это сделали на внебюджетные средства. На внебюджетные средства. И я помню, когда в какой-то момент один из инвесторов спектакля у нас отвалился, и мы сидели и думали, ну что, что делать-то будем? У нас завтра начинаются репетиции, а денег нет. И вдруг откуда-то так раз, и приходит что-то, и приходит помощь. Но самое прекрасное было, что вспомни, когда мы тогда сидели и думали, что мы с этим... Никто из нас, никто из постановочной группы не говорил о гонорарах, о том, что я не получил это, я не получил это, я не получил это. Все говорили, давайте как-нибудь сделаем, а там разберемся. Может быть, поэтому... В смысле, как-нибудь, ну, не в смысле как-нибудь, а не о деньгах сейчас разговор. Вообще, замысел был самым основным, самым главным. И вообще, мне кажется, что, конечно же, при наличии правильного замысла или, модного слова, концепта... Концепта. Концепта. Можно действительно победить. Потому что ведь, опять же, замысел Суни-Тодо, он родился как раз наоборот. От скромности или от бедности... От бедности, да. И вдруг превратился в какую-то такую невероятную глобалку. Спасибо вам огромное. Спасибо вам, Алексей Борисович. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова